Доброе утро! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. С вами Елена Краева и Наталья Гончарова. Здравствуйте! Сегодня будет, как всегда, много интересного, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Итак, новые пространства. В этом году в Одинцовском округе благоустроят 29 дворовых территорий. Лидирующие позиции. По итогам Международной промышленной выставки наш регион впервые занял почетное второе место. Здоровье Подмосковья. В округе активно развиваются меры по обеспечению качественной и доступной медицинской помощи. По губернаторской программе на территории Веденской школы откроют новый стадион. Сегодня четверг, 13 июля. В этот день, в 1882 году, в России заработали первые телефонные станции. Открыли их в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Абонентов соединяли через коммутатор. На каждой станции одновременно трудились несколько телефонисток. Через три года сети появились еще в пяти городах. Чем еще запомнился этот день в истории, смотрите в нашей следующей рубрике. 13 июля, сто лет назад, в Лос-Анджелесе появилась знаменитая надпись «Голливуд». Ее установили в 1923 году на склоне горы Маунт-Ли, над Калифорнийскими холмами. Изначально там было написано «Голливуд-Лэнд». Надпись не была связана с кино, а являлась рекламой нового жилищного района. Установка обошлась ее заказчику, издателю Лос-Анджелес Таймс, Гарри Чандлеру, в 21 тысячу долларов. В 1949 году надпись отремонтировали и удалили четыре последние буквы. Голливуд превратился в символ города и всей индустрии развлечений. В 1973 году надпись провозгласили национальным историческим памятником. В этот день, 152 года назад, прошла первая в мире выставка кошек. Это произошло в 1871 году в лондонском Хрустальном дворце. Организатором мероприятия выступил Гаррисон Уэйр, известный иллюстратор, анималист и отличный знаток кошек. Он разработал концепцию выставки, регламент, впервые определил стандарты пород, ввел градацию по окрасам и длине шерсти. Всего на шоу представили 170 кошек, 25 пород. В жюри был сам Уэйр, его брат Джон, а также биолог-любитель, священник Джон Макдоналд. На следующий день все лондонские газеты писали об успехе выставки, а картинки кошек потеснили в газетах репортажи о скандалах в высшем свете. 13 июля отмечается Международный день головоломки. Эта дата приурочена ко дню рождения венгерского архитектора и дизайнера Эрнё Рубика. Он получил мировую известность после того, как в 1974 году придумал набор из 27 кубиков, грани которых имели разные цвета. Запатентованное Рубиком в Венгрии изобретение представляло собой уникальную головоломку. Первая партия игрушки, которая называлась «Магический куб», была выпущена в 1977 году. После продвижения изобретения о кубике Рубика узнал весь мир. Также ежегодно 13 июля в мире отмечают необычный праздник – День довольных сотрудников. А в Мексике – Национальный день деревьев. Сто лет назад, 13 июля, родился советский и российский актёр, театр и кино Михаил Пуговкин. С самого детства он проявлял актёрский талант, очень любил петь. А после переезда в Москву начал посещать драматический кружок в клубе имени Каляева. На одном из спектаклей Пуговкина заметил режиссёр Фёдор Каверин. Он пригласил молодого актёра в Московский драматический театр на Сретенке. Всего за свою карьеру известный актёр снялся примерно в ста фильмах. А в 1988 году получил звание Народного артиста СССР. Также 13 июля родились советский писатель и драматург Исаак Бабель, итальянский художник-представитель эпатажа в искусстве Пьеро Монзони и российская императрица супруга Николая I Александра Романова. И к новостям муниципалитета. В этом году в Одинцовском округе благоустроят 29 дворовых территорий. Ещё 9 новых игровых комплексов установят по программе губернатора Андрея Воробьёва. Жители домов номер 3 и номер 6 микрорайона Восточной в Звенигороде почувствуют изменения уже в ближайшем будущем. Подробности в следующем сюжете. Внутридворовые проезды, парковки, тротуары и пешеходные дорожки. В Звенигородском микрорайоне Восточный проводят комплексное благоустройство территории вблизи шестого дома. Мы здесь занимаемся парковками. Здесь пешеходные коммуникации и парковки. МОЗ «Облэнерго» в планах в этом году замена здесь опор освещения и светильники. В этом году да. Помимо асфальтовых работ, в местном сквере обрежут деревья и уберут сухостой. Когда мы заканчиваем? Это двор, я думаю, ещё здесь. Мы с асфальтом отсюда выйдем. Значит, дальше мы ждём у «Облэнерго» и с «Порубочным» тогда смотрим по сухим веткам. «Порубочный» – это уже до конца года. Жильцы дома 1972 года постройки озадачены проблемой остекления балконов. Они обратились к главе округа с просьбой помочь в решении вопроса. Пожелание Андрей Иванов передал профильным заместителям. И вот ждём перемен, всё же наладится у нас. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». В экономическом развитии Московская область занимает лидирующие позиции. По итогам Международной промышленной выставки наш регион впервые занял почётное второе место. Активно развиваются предприятия и в Одинцовском округе. Этому способствует импортозамещение и предоставляет потребителю качественные товары отечественного производителя. Материал Полины Баховой. Так называемый индекс промышленного производства Московской области ежегодно растёт. Мы в лидерах на втором месте в рейтинге эффективности, рационализации, экономической политики. По словам губернатора, во многом это результат плодотворного сотрудничества с Минпромторгом. Для нас это стимул не просто сохранить позиции, но и двигаться дальше. Промышленность всегда играла ключевую роль для Подмосковья. В этой отрасли заняты более 480 тысяч человек. Ежегодно мы прибавляем по 10-12% в индексе промышленного производства. Более 1300 крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности находятся на территории Московской области. Это даёт большое число рабочих мест, качественную продукцию по сниженным ценам. Так Одинцовский электромеханический завод производит любые металлические изделия, которые ничем не уступают европейским аналогам. Мы производим множество разных типов изделий, как наши собственные разработки, так и по чертежам и конструктивам заказчика. И вот сейчас много из наших направлений – это различные темы, связанные с импортозамещением. То, что я показывал – иглофильтры для водопонижения, оборудование для бассейнов, оборудование для станкостроения. А Одинцовская компания по производству косметической продукции выпускает широкий спектр всевозможных средств по уходу за кожей и волосами. Здесь постоянно разрабатывают новые технологии, меняют состав, расширяют ассортимент. Все возможные средства по уходу за кожей – это кремы, это скрабы, это бальзамы, это лосьоны, средства для рук, для ног, по уходу за телом. Потом, значит, очень большая линейка у нас разнообразная, интересная – это депиляторы. Они, депиляторы можно подобрать для своего типа волос. Сейчас в Подмосковье при поддержке Минпромторга реализуется 151 проект импортозамещения с общим объемом инвестиций – 136 миллиардов рублей. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». К новостям региона. Московская область заняла четвертое место в российском рейтинге по планам развития санаторно-курортной отрасли. Портал «Санатория России» исследовал различные факторы учреждений – авторскую методику, количество мест, наличие природных лечебных ресурсов, транспортную логистику и другие. Подобный рейтинг в России планируют сделать ежегодным, поскольку он способствует привлечению инвестиций в отрасль. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С начала года такой услугой воспользовались более 16 тысяч пожилых жителей Подмосковья. В Московском областном перинатальном центре на свет появился трехтысячный ребенок с начала года. Девочка весом 3 килограмма 390 грамм и ростом 50 сантиметров родилась в результате естественных родов. Родители очень ответственно отнеслись к рождению ребенка, посетили все занятия школы мам и решились на партнерские роды. Новорожденные были проведены все необходимые обследования и процедуры. Сейчас они чувствуют себя хорошо и уже выписаны. В Центральном парке культуры и отдыха в Богородском округе 16 июля пройдет фестиваль художественных ребесел и туризма «Мастер ОК». Более 50 мастеров из разных регионов приедут на фестиваль, чтобы продемонстрировать свои работы, выполненные в разных техниках. На мероприятие представят гжель, керамику и другие предметы декоративно-прикладного творчества. В рамках программы пройдут мастер-классы по деревянным срезам и изготовлению свечей, детская и концертная программы, лотерея и многое другое. Начало в 10.00. Вход свободный. Обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь – одна из ключевых задач, которую отметил губернатор Андрей Воробьев. Помимо строительства и ремонта поликлиник и медицинских центров, программа «Здоровье Подмосковья» предусматривает меры по привлечению медиков. О том, как развивается сфера здравоохранения в округе и о задачах на этот год, расскажет Екатерина Крамор. Новые медицинские учреждения, современные оборудования, а также комфортные условия для привлечения врачей. В Московской области реализуется одна из важнейших губернаторских программ «Здоровье Подмосковья». Одна из ключевых наших задач – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям нашего Подмосковья. Основной запрос, который мы слышим от людей – это первичное звено. Поэтому продолжаем строить и капитально ремонтировать поликлиники, научились быстро возводить ФАПы в селах, ведем серьезную работу по привлечению узких специалистов, оснащаем наши медучреждения современным высокотехнологичным оборудованием. В этом году построен и открыт фельдшерский акушерский пункт в Савинской Слободе. Закончили ремонт Акуловской амбулатории и Голицынской поликлиники. В Звенигороде отремонтировали здание 45-й горбольницы и создали там современные хирургические операционные. На этот год запланировано открытие поликлиники в Ромашкове. В августе она примет первых пациентов. Также губернаторская программа предусматривает меры по привлечению медиков. У нас есть региональная программа привлечения кадров. Это губернаторская программа аренды жилья врачам, фельдшерам, медицинским сестрам. Они получают выплату 20 тысяч рублей в месяц. 496 работников нашего учреждения получают данную выплату. Следующая программа – это социальная ипотека. Для жителей в первую очередь важна доступность и качество медицинских услуг. Благодаря Центру диспансеризации и здоровья Подмосковью на улице Маршала Бирюзова, который открылся в этом году, за короткое время можно пройти всех необходимых врачей, диагностику и сдать анализы. Я знаю, что таким образом у меня мама, например, она живет в Москве, она пользуется, это очень классно. Если здесь такое же реализовано, это замечательно. Потому что, во-первых, это социальная помощь, бесплатная, скажем так, это самое главное. Но хотелось бы, конечно, чтобы это было более масштабно и более доступно. Запущен проект поликлиника «Перезагрузка», который помогает сделать посещение врача быстрым и удобным. В будущем преобразования коснутся не только поликлиник. Их станут применять при строительстве и ремонте больниц, в том числе при модернизации хирургического корпуса Одинцовской областной больницы. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Москвичей бесплатно научат кататься на роликах. Занятия будут проходить на территории парка Останки на каждую среду и воскресенье с 7 до 8 часов вечера. Участвовать могут все желающие старше 18 лет. Необходима лишь предварительная регистрация на сайте проекта «Мой спортивный район». О других событиях столицы смотрим в нашей рубрике. Четвертый маршрут МЦД-4 запустят уже этой осенью. Все основные работы закончены. Линия проходит через центр города, охватывает все вокзалы, кроме Павелецкого. Помимо комфортных поездов и возможностей проехать через всю Москву, это еще и новые тарифы, сопоставимые с метро, и можно будет бесплатно пересаживаться на линии метрополитена. Пересадок достаточно много в любой точке. В Москве начнут восстановительные работы в доме номер 13, строение 1, на Ленинградском проспекте. Этот адрес непростой. Здание называют домом работников фабрики «Большевик». Построили его в 1949 году в стиле советского неоклассицизма. Он является одной из визитных карточек города. Сейчас специалисты занимаются восстановлением архитектурных элементов. В районе Южного порта создадут пространство для отдыха у Москвы-реки. Там появится причал, яхт-клуб, плавающий бассейн, рестораны и беговые дорожки. Сейчас в столице проводят масштабное благоустройство набережных, преобразуя их в единый маршрут. Протяженность его в районе Южного порта составит 2,5 километра. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Далее в программе вы увидите. По губернаторской программе на территории Веденской школы откроют новый стадион. Уникальная методика. Учитель начальных классов Надежда Камынина из 13-й Одинцовской гимназии выиграла Всероссийский конкурс педагогов. Новости онлайн. На Баранке обустраивают лодочную станцию, а в округе готовятся к проведению акции «Ночь в парке». Стадион с беговыми дорожками, полем для мини-футбола, волейбольно-баскетбольной площадкой и тренажерами появится на территории Веденской школы в Цзенигороде к началу учебного года. Заниматься спортом там смогут не только школьники, но и местные жители. Подробности в нашем следующем сюжете. По губернаторской программе «Открытый стадион» в Одинцовском округе благоустраивают пришкольные спортивные объекты, так, чтобы здесь могли заниматься не только ученики, но и все желающие во внеурочное время. Изменения коснулись и в Веденской школе в Цзенигороде. Будет организовано ограждение, это как открытый стадион, чтобы жители могли пользоваться отдельным входом с улицы. Здесь предусмотрели в прошлом году ограждение Калитова. И от школы тоже два входа будут от стадиона. Сейчас строители готовят площадку для укладки резинового покрытия и искусственного газона. Работы идут в соответствии с графиком. Закончат их к первому сентября. Будет стадион с беговыми дорожками, прыжковой ямой, футбольным полем, волейбольно-баскетбольной площадкой. Многопункциональная площадка. Да, многопункциональная площадка. Здесь для гимнастики, я думаю, здесь и готово будет разместить тренажеры. Здесь площадка воркаута. Новый спортивный объект ждут не только дети, но и взрослые. Спорт, в принципе, развивает дисциплину, развивает характер. Спорт улучшает иммунитет, позволяет ставить цели, добиваться этих целей. Я, безусловно, приду сюда, приду сюда сама позаниматься, приду сюда с ребенком и, возможно, организую какую-то небольшую группу, которая даст возможность заниматься не только детям, но и позволит взрослым также укреплять свое здоровье. Болельщики школьной команды по мини-футболу попросили установить небольшие трибуны. Помимо этого, спортивный объект оснастят освещением и камерами видеонаблюдения безопасный регион. А благодаря многофункциональным зонам, стадионом можно будет пользоваться в любое время года. Все очень довольны, все очень ждут. Тем более, я уже говорила, у нас функционирует школьный спортивный клуб по мини-футболу. И это замечательная будет возможность для детей заниматься. И я надеюсь, что мы представим свои результаты. Елена Краева, телекомпания Одинцова. К новостям России. Российская общественная палата предложила отправлять на работу бездомных. Согласно инициативе, выявлять их могут не только полиция и социальные организации, но и физические и юридические лица. После звонка в экстренные службы через 20 минут на место обязаны приехать скорая помощь и полиция. В отделении идентифицируют личность, и при этом бездомный может отказаться от помощи. О других новостях России расскажем далее. В Сочи закрыли пляжи из-за ливни, града и смерчей. По предупреждению синоптиков, в районе возможны выпадения большого количества осадков с градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, есть возможность формирования смерчей. Жителям и гостям города рекомендуется отказаться от прогулок у воды. В силу вступил новый порядок взаимодействия инспекторов ДПС с водителями. По новому порядку сотрудникам госавтоинспекции теперь запрещено брать из рук водителей не только деньги, ценные бумаги и иные предметы, но и мобильные телефоны. Также в обязанность полицейских вошла функция сообщать в случаях ДТП близким родственникам жертв аварии и информацию о больницах, куда направили пострадавшего в аварии. В Госдуме предложили создать так называемую отцовскую карту, по аналогии с Пушкинской. Для качественного времяпрепровождения отцов с детьми на карту выделят 2000 рублей на ребенка в месяц. При этом деньги нельзя будет потратить на иные нужды. По мнению законодателей, выделенной суммы должно хватить на полноценный отдых. Поход в кино, зоосад, детское кафе. Учительница из Одинцовского округа выиграла Всероссийский конкурс педагогов и вошла в сотню лучших. Надежда Камынина работает учителем начальных классов в 13-й гимназии. Несмотря на небольшой опыт, ей уже удалось разработать свою уникальную методику, которая и принесла победу на конкурсе. В чем она заключается, смотрите в сюжете Полины Баховой. Несмотря на летний период, Надежда Камынина спешит в родную гимназию. Подготовить учебники, найти что-то новое и интересное для своих маленьких воспитанников. Молодой педагог второй год работает здесь учителем начальных классов. С выбором профессии определилась с детства. Именно первый учитель вдохновил и предопределил судьбу. Татьяна Пантелеевна Иванова, она вселила в меня вот эту веру какую-то в учителей, то, что они могут быть заботливыми, понимающими. Не только, да, вот как все считают, учителя должны учить. Нет, все-таки с учителями дети проводят большое количество времени, и поддержка от учителя для многих учеников, она очень важна. Окончив педагогически, пришла на практику в 13-ю гимназию. Первый опыт, первые волнения, первые уроки и ученики. Уже два года она учит малышей не только грамоте и счету, старается быть поддержкой и другом. Детям сейчас очень интересно чем-то поделиться, им хочется что-то рассказать. Мне там что-то приснилось, я там сходил куда-то на выходных. Им это важно, потому что родители на работе в основном. Им кому-то хочется это все рассказать, не только друзьям, но старшему. И когда их выслушиваешь, они в тебе видят какую-то родственную душу, что ли. Здесь же нарабатывают новые практики. Недавно своим опытом посчастливилось поделиться с коллегами на Всероссийском конкурсе педагогов. Каждый учитель представил свои авторские методики преподавания. Но уха у Надежды Камыниной – это карточки с заданиями. Они буквально идут на пять минут, но в них как раз-таки есть прошедшие темы. То есть, допустим, мы проходим новую тему, а старые они уже потихоньку забываются. И вот такие карточки с маленьким заданием, они помогают помнить все то, что мы прошли. И вот два этапа конкурса позади и результаты объявлены. Методики молодого учителя признаны лучшими, а сама Надежда Камынина стала одной из 102 победительниц. Лучшие из лучших прошли трехдневное обучение в школе педагогов. Получили огромный опыт и уже в начале нового учебного года начнут применять его на практике. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Подмосковный Минтранс призвал байкеров использовать защитную экипировку. Летом увеличивается как скорость потока на дорогах, так и количество аварий с тяжелыми последствиями. Чтобы минимизировать опасность, байкерам следует не только строго соблюдать правила дорожного движения, но и использовать специальную защиту. Об этом сообщает телеграм-канал «Про округ». О чем еще пишут в соцсетях округа, узнаем в нашей рубрике. На пруду на центральной площади города благоустраивают лодочную станцию. Для проката будут доступны весельные лодки. Трех- и пятиместные катамараны с тентом. Движение на пруду, именуемом в народе баранкой, за свою форму, будет организовано против часовой стрелки, как на стадионах. Зону фонтана и кувшинок оградят буйками. Работу планируют завершить до 20 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «Одинцова оперативно». В Одинцовском округе построят академию гольфа. Разрешение на строительство здания выдало Министерство жилищной политики Московской области. Общая площадь спортивного объекта составит порядка 700 квадратных метров. Реализация такого павильона позволит спортсменам и любителям тренироваться не только в теплое время года, но и зимой, а также в непогоду. Об этом пишет телеграм-канал «Про округ». В эту субботу, 15 июля, жителям представится уникальная возможность посмотреть на любимые парки округа в свете звезд и луны. На ночь в парке приглашают Раздолье, Малевича и городской парк Звенигорода. Также всех желающих ждет Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, где можно будет окунуться в атмосферу драйва с лучшими танцевальными школами города. Они проведут зажигательные мастер-классы по разным направлениям. Подробнее ознакомиться с расписанием мероприятий можно в телеграм-канале «Про отдых». Книга «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года выпуска ушла с молотка за 13,5 тысяч долларов. Примечательно, что в свое время продавец купил ее за 30 пенсов, это 36 центов. Тогда она вышла тиражом в 500 экземпляров. Из них лишь 200 поступили в продажу, а остальные разослали в библиотеке. Рубрику «Новости мира» смотрим далее. В Италии появился необычайно малый автомобиль. Его высота менее полуметра, клиренс составляет всего 30 миллиметров. Машина является самой низкой в мире. Ее построили на базе старого «Фиат Панда» 1977 года выпуска. У хэтчбека просто срезали верхнюю часть кузова с капотом, а затем поставили ее на трубчатое шасси с тремя миниатюрными колесами. Таким образом, водитель лежит на обычной доске. Для доступной обзорности на авто установили камеру, изображение с нее передается на смартфон, а управление машиной осуществляется с помощью руля-джойстика. В ночь на 10 июля на западе ЮАР выпали непривычные для этого региона осадки. Из-за холодных воздушных масс, пришедших из Антарктиды, на юг Африки на пике зимы обрушился снегопад. Снег выпал во многих городах и поселках провинции, не только в Высокогорье. На дорогах образовалась гололедица. И пока местные жители удивляются и радуются этому «нечастому» в их широтах явлению, власти предупредили водителей о необходимости соблюдать предельную внимательность на дорогах. В Малайзии муж и жена случайно узнали, что являются братом и сестрой. Возлюбленные познакомились во время учебы в университете, после чего несколько лет встречались. Спустя время пара поженилась и завела детей. При этом муж и жена ни разу не видели отцов друг друга. Однажды свекровь рассказала невестке, что познакомилась с отцом ее супруга в Таиланде, где они прожили вместе некоторое время. Несмотря на наличие общего ребенка, они так и не вступили в брак. Позднее свекровь показала невестке фото бывшего партнера, на котором женщина узнала своего отца. Ожидается, что брак брата и сестры расторгнут. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла, ночью около плюс 13. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80%. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». Ну а с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Если же вы стали очевидцем происшествий или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. С вами была Елена Краева и Наталья Гончарова. Мы желаем вам хорошего дня, отличного рабочего дня и, естественно, замечательного вечера. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова